Особое мнение на 101FM Обсуждаются бурно в интернете, комментируются Но вот одна, наверное, из самых интересных и ранее, по-моему, нигде не звучавших новость Это программа, от которой власти, по словам Александра Чурина, сейчас работают По примеру, дальневосточных хотят раздавать вятские гектары Предполагается, что это станет шагом в том числе к осуществлению поставленной задачи к 2030 году Увеличить число жителей региона до 2 миллионов Представляете, сколько на 700-800 тысяч человек получается, да, примерно? Раздавать землю будут бесплатно Ну, в общем-то, все как на Дальнем Востоке При этом будут раздавать задания на сельхозобработку земель Я вот, кстати, не знаю, на Дальнем Востоке, по-моему, такого нету Где будут располагаться участки, когда все это начнется, пока ничего не известно Просто есть сама идея, которая разрабатывается Хочу вас спросить, что вы по этому поводу думаете? Во-первых, как вообще, на ваш взгляд, это здорово или не здорово раздавать на нашей земле участки? И реально ли кого-то таким способом можно привлечь в регион? Начну с того, что у нас все-таки есть земля, которая на сегодняшний момент не обрабатывается Которая на сегодняшний момент не востребована Вот 350 тысяч резервных гектаров То есть какой-то механизм, как ее включить в хозяйственный оборот, нужно искать И почему бы не воспользоваться таким опытом, который уже есть на территории нашей страны? То есть в плане того, что такой механизм должен быть, я, наверное, буду сторонником Будет ли он востребован? Не знаю Наверное, все-таки будет зависеть от того, где будет находиться эта земля То есть будет ли она находиться близко к местам, где есть населенные пункты Где есть инфраструктура, дороги, электричество, газ, школы, детские сады Либо это будет где-то, как говорили, в Альских лесах И там, естественно, туда, конечно, никто не поедет То есть вот именно от локации будет, наверное, в первую очередь В зависимости от того, будут они востребованы или не будут они востребованы А вот по поводу вообще того, что поедут люди или нет именно в Кировскую область Просто вот я посмотрела, кроме Дальнего Востока, да, эта программа, она уже теперь и в Костроме есть И в Ленинградской области, Бурятия, Забайкальский край Вот Кировская область на фоне вот этих регионов Насколько выигрышно, невыигрышно смотрится? Опять же, наверное, будет зависеть от места То есть если люди вот такую задачу перед собой поставили, то они будут смотреть, что там есть Что есть рядышком, где можно себя реализовать в плане труда, но и в плане социальной жизни Опять же, у всех есть дети, у всех есть здоровье, которое нужно поддерживать То есть вот если есть инфраструктура, то, наверное, да, это будет востребовано Если инфраструктуры нет, это останется все на бумаге А вообще, вот на ваш взгляд, Кировская область может такую инфраструктуру вот в данный момент предоставить? Или нам надо сначала много-много лет, чтобы как-то подготовиться к этому? У нас есть населенные пункты, где есть уже построенные объекты социальные, есть дороги Но численность населения там невелика, да, то есть вот если... Где, например, вот... Ну, возьмем все райцентры, которые у нас есть в Кировской области То есть они все на сегодняшний момент, скажем, в состоянии, где численность населения не растет Кроме города Кирова численность населения больше нигде не растет То есть это земля должна... То есть оттуда люди уезжают, там все равно социальная инфраструктура, она осталась Да, может быть, она требует каких-то вложений, то есть капитального ремонта Может быть, просто даже текущего, может быть, какой-то реорганизации, оптимизации, не знаю Но вот без этого вопроса, вот это вот ключевой вопрос Пойдет эта программа или не пойдет? Земля должна быть где-то близко, допустим, к райцентру, да? Я думаю, вот это мое видение, да, то есть, может быть, я здесь не являюсь великим экспертом в этом вопросе, но вот это мое видение А вот эти вот все вещи, допустим, как задание на сельхозобработку земель Просто вот на Дальнем Востоке уже с вами мы сейчас проговорили, да, что земля раздается без всяких практических условий И, по-моему, 30 миллионов хотели привлечь, на данный момент только 80 тысяч, 80 с чем-то тысяч эти участки взяли И то не все ведь они как-то вообще возделываются, обрабатываются Там тоже есть условия по строительству на Дальнем Востоке, то есть не то, что тебе отдали землю, подарили и забыли про это То есть там есть определенные условия, при которых земля в дальнейшем переходит в собственность, изъявившему желание То есть да, какие-то условия здесь есть, если мы ставим вопрос о производстве сельхозпродукции, то значит земли должны быть сельхозназначения То есть они должны быть плодородные, где можно что-то на самом деле выращивать То есть этот механизм, он, наверное, должен быть заложен не просто раздать и подарить, а именно какой-то экономический эффект Может быть даже не экономический, а социальный эффект получить в обратную сторону То есть производство, это значит, должны быть машины, механизмы, это должны быть рабочие силы Это приобретация техника, там запасные части, топливо, да, то есть это какой-то экономический эффект для области в целом дает Так просто раздать неправильно, а вот именно это сельхоззадание или может какой-то другой, ну, может, это вопрос обсуждения И это еще не окончательное решение Ну да, здесь надо понимать, тем более, если задача одна из главных, это привлечь сюда людей, да, может быть, это должно быть что-то вроде строительства Но строительство дома, строительство какой-то недвижимости может быть, да, то есть, ну, я говорю, здесь этот вопрос нужно еще... Это прожег, который на сегодняшний момент пока, скажем, на бумагу еще не лег Но при этом это должны быть какие-то очень лояльные условия, иначе, мне кажется, просто не поедет Да, да, то есть нужно увидеть цифры, вот как бы это положено на бумагу, тогда мы можем уже как бы реально обсуждать Пока это, скажем таки, перспективы, ну, я думаю, что это все-таки положительный момент Положительные люди к нам поедут, так вам видится Я не думаю, что массово, но тем не менее поедут К другой теме перейдем У нас в эфире уже она обсуждалась, и даже вы по ней высказывались Речь о сокращении числа депутатов в ОЗС, да, вы сказали, что сокращение вряд ли поможет сэкономить Но зачем тогда это все? Вы вообще вот эту вот идею с сокращением числа депутатов Я напомню, что предлагают действующие депутаты, группа действующих депутатов сократить на четверть число депутатов в следующем созыве с 54 до 40 Вот вы вообще эту идею поддерживаете, если в ней не видится какого-то эффекта глобального? Ну, давайте начну с того, что у нас все-таки сейчас депутаты выбираются по двум принципам Это прямые выборы депутата и выборы списочников Вот к выборам списочников я всегда относился скептически Почему? Потому что это своего рода некая лотерея То есть список, потом кто-то снимает с себя полномочия, и человек снизу передвигается То есть в конечном итоге ты как-то за какую-то абстракцию То есть ты не за конкретного человека, не за конкретного депутата голосования За каких-то вот эфемерную, скажем, идею То есть причем, как правило, первые там 2, 3, 4, 5 человек Это люди, которые всем известны, которые все знают и которые в конечном итоге депутатами не становятся То есть, как правило, такая практика существует у всех партий Но это технология Поэтому здесь вот речь идет все-таки о том, чтобы прямые выборы тех депутатов в одномоднатных кругах Их количество осталось прежнее А тех, кого избирать по спискам, это количество было уменьшено А перераспределить нельзя, не сокращая при этом число депутатов? Я бы вот, ну, мое личное мнение, что должны быть вообще прямые выборы без списочников Но это мое мнение, да, то есть раз в стране введен, я назову свой это эксперимент Хотя, скажем, практика и других государств, в том числе, да, когда у нас выбираются и по спискам Значит, он должен быть В какой пропорции, вот это вопрос, как раз, обсуждаем И как раз вот это предложение увеличить число именно тех, кто выбран по одноднатным округам И уменьшив число, которые выбраны по спискам Ну вот тут вот все говорят о том, что это некая игра, да, которая, казалось бы, на руку Единой России Но не на руку оппозиции Поясню почему Потому что сейчас 27 одномандатников в ОЗС Из них только один от оппозиции Все остальные от Единой России Речь о том, что, имея там больше ресурсов, больше денег Проще организовать избирательную кампанию И таким способом Вот мое мнение, все-таки, депутат, который избран с одноднатного округа, он ближе к народу Давайте так скажу, да, то есть люди приходят голосовать за конкретного Яванова, Петрова или Сидорова То есть они его знают, они почему-то выбирают его Соответственно, и этот депутат как-то должен быть привязан к тому округу, по которому он идет Либо он там живет, либо у него там находятся предприятия Либо, может, он как-то проявит там в каких-то значимых проектах на этой территории Но он должен себе как-то на этой территории, на этом округе уже заявить Причем не одномоментно и не сегодня перед выборами То есть это какая-то длительная, кропотливая работа, соответственно, он глубже погружается в ту проблематику, которая есть на этой территории Когда список, ну вот здесь привязки нет То есть это вот какое-то все равно видение проблемы сверху в общих чертах Я уже говорю лично о себе, потому что у меня есть опыт как избрания по спискам, так и опыт избрания по одномандатному округу Поэтому я говорю как бы на себе, я имею все-таки моральное право так говорить Еще вот интересное мнение Анатолий Михайлович Чурин высказал, тоже депутат УЗС Тоже на том самом эфире, на котором мы эту тему обсуждали Что деньги, которые можно сэкономить на сокращении числа депутатов Вместе с ними аппарата На самом деле, если просто депутатов сокращать, не сэкономишь ничего Можно сэкономить только сокращая аппарат Или сокращая число депутатов, которые за денежки работают в УЗС, а их восемь Так вот он говорит, что если мы сократим аппарат, уменьшив число депутатов То эти деньги не нужно никуда отдавать, их надо в УЗС и оставить И сделать больше ставок, чтобы депутаты работали лучше Чтобы они на постоянной основе в УЗС работали, целыми днями этим занимались Тогда людям станет видна депутатская работа Здесь вопрос спорный Почему? Потому что сокращая аппарат, здесь нельзя уйти в некий популизм Который бы отразился на качестве принимаемых решений Почему? Потому что все-таки львиную долю проработки юридических вопросов Орфографических и всего прочего проводит аппарат Есть люди, которые профессионально этим занимаются Депутат приходит из какой-то иной сферы Он может быть не юристом Большинство у нас не обладает этими знаниями А увязка с другими законодательными актами Увязка с законодательными актами вышестоящих органов Российской Федерации Они здесь требуют профессионального подхода То есть это люди, которые работают именно в том, чтобы законы были качественными Чтобы они не противоречили, чтобы они четко излагали те мысли, которые высказывают депутаты Это вы о чем? Это об аппарате Даже если сократить число депутатов, аппарат сокращать Аппарат, я думаю, может быть останется тот же самый Почему? Потому что аппарат нацелен на именно дело производства, а не на обслуживание какого-то конкретного депутата Тогда из всего, что вы говорите, мне кажется, что на ваш взгляд правильнее перераспределить одномандатники и списочники Но при этом число депутатов сокращать нет смысла Число депутатов это вопрос, насколько они отражают чаяния своих избирателей Или они выражают только политические идеи, которые по партийной линии проходят Это вопрос такой полемики А вот именно на качество работы депутатского корпуса, на принятие решений Здесь по аппарату, наверное, сокращений больших не будет Потому что если мы начнем сокращать юристов Я на сессии написать закон, я не могу Сформулировать мысль, которую нужно изложить на бумаге Да, это как бы моя задача Но вот как это будет выглядеть на бумаге Здесь нужны профессиональные помощники, которые являются работниками аппарата И вот еще интересно, что когда вот это вот в паблике появилась эта новость Люди очень активно начали поддерживать вот эту идею сокращения числа депутатов Но ведь по сути депутаты это представители тех же самых людей Значит люди хотят, чтобы их представителей стало поменьше Вот это из-за чего? Почему такая реакция? Люди не видят в данный момент работы депутатов, поэтому не видят разницы Я думаю, что это некий политический нигилизм, который вообще в нашем обществе присутствует То есть посмотрите на явку на любые виды выборов Самый большой рейтинг это у нас у президентских, а потом по нисходящей идет То есть люди хотят чего-то, но своих усилий каких-то к этому прилагать в большей степени не хотят То есть если посмотрим на паблик тот же, да, в интернете Ну там же одни и те же люди Да, то есть да, пол этих людей, он не такой большой То есть если мы брать, возьмем в соотношении с жителями нашего города То есть это там 1-2 процента То есть вот, ну это наверное такая мировая статистика Наверное, что где-то примерно 5 процентов это активных жителей, активного населения То есть остальные они пассивны То есть здесь то же самое То есть почему это находит отражение То есть к слову чиновник у нас всегда ассоциируется с угнанным государством Вот в отношении чиновников к каким-то негативам И то есть как-то их уменьшить, сократить расходы на них Это просто всегда популярная идея Депутат почему-то... Они приравнены к чиновникам, да То есть если сказать, что мы сократим на них расходы Это всегда найдет отклик положительный среди нашего населения Да, вот в этом еще проблема, да, что депутаты и чиновники не делятся Они здесь, ну для большинства людей как бы это практически одно и то же Сменим тему, но все-таки от ОЗС далеко пока не уйдем Кировская оппозиция вновь отказывается участвовать в заочном голосовании Накануне был дан старт этого голосования Предлагается поддержать, либо не поддержать федеральные инициативы Касающиеся работы с молодежью Но в частности по всей стране распространится... Изменится предельный возраст молодежи С 30 до 35 лет То есть до 35 лет люди смогут получать все льготы Которые относятся к молодежи Вроде бы здорово, правда Но вот почему-то оппозиция отказывается вообще голосовать Протест такой они уже выражали Но тогда было не просто голосование, тогда было заочное проведение пленарного заседания Оппозиция не согласна конкретно с этой вещью, как проведение заочных каких-то вообще заседаний, голосования в ОЗС Они говорят, что нужно очень, нужно обсуждать, нужно делиться мнениями Но вот здесь все понятно А со стороны простых избирателей Вот как вот это вот все объяснить? Начну на такой шутке, есть выражение такое На зло маме уши себе отморожу, да? То есть вот здесь шум ради шума Это мое личное мнение Там оппозиция может как угодно отреагировать Но это, если я расскажу, это мое личное мнение Если серьезно, то процедура заочного голосования у нас все-таки предусмотрена регламентом работы законодательного собрания То есть это уже действующий нормативный акт Ну вот они говорят, что голосовали против, их не услышали в этом Теперь им нужно как-то показать, что они действительно не хотят этим заниматься Ну это как бы их право, да? То есть они могут участвовать, могут не участвовать так же, как и любой депутат Во всяком случае, это законная процедура, которая имеет право место быть И вот в условиях неблагоприятной педиологической обстановки Я думаю, что иногда таким правом нужно пользоваться Почему я так считаю? Помимо всего прочего, я являюсь еще председателем правления Ассоциации строителей Киевской области Это у нас СРО, которое включает более 300 строительных организаций В силу устава действующих нормативов у нас раз в год положено проводить общее собрание То есть в одном зале нам нужно собрать почти 400 представителей То есть сами понимаете, причем из разных регионов нашей области должны приехать представители строительных организаций Мы в этом году тоже пошли на такие меры, как проведение собрания в усеченном составе В виде конференции с правом участвовать либо напрямую приехать, проголосовать, либо дать доверенность То есть когда вопросов каких-то острых, проблематичных, таких, которые вызывают острую дискуссию, нет То есть можно, воспользовавшись законными механизмами, провести собрания, не привлекая всех уже к очной форме То есть вот в данном случае я тоже вижу вопрос, который в принципе полемики, он, наверное, большой не вызывает Причем вот этот законопроект, который внесен в Государственную Думу, он был поддержан представителями всех фракций Госдумы То есть все представители от каждой, в том числе оппозиционной партии, под ним поставили подпись То есть вот здесь именно вопрос протеста по процедуре, а не по самому законопроекту А вы вообще лично как вот к этому заочному голосованию, но в первую очередь как к заочным заседаниям вы относитесь? Я отношусь положительно То есть они могут, они имеют право место быть и как законопроцедура они в каких-то случаях должны использоваться Вот в этом случае я считаю, что это оправдано А вот по поводу этого аргумента, что нет возможности на заочных заседаниях какую-то дискуссию, полемику устраивать Это федеральное законодательство, здесь у нас требуется либо одобрение, либо отрицание Нет, здесь да, я говорю сейчас о заседаниях, вот какое было в июне Здесь вопрос надо все-таки индивидуально подходить, то есть какие вопросы будут рассматриваться Вот в данном конкретном случае, да, это место быть Здесь просто голосование Да, то есть не говорится о том, что все заседания перейдут в заочную форму Ведь такого же не было нигде сказано То есть, ну в каких-то экстренных случаях, здесь экстренные случаи Потому что ответ требуется до 30 августа, поддержкой либо нет На сегодняшний момент в законодательном собрании объявлен отпуск, перерыв в заседаниях В августе заседания УЗС планово проводиться не будет И ради одного вопроса собирать людей из районов, это одно А второе, люди могли уехать уже и в отпуска, либо запланировать свои командировки То есть вот здесь вопрос даже чисто организационно собрать людей, когда они уже построили планы на свою работу Но в данном случае, да, я спрашиваю вообще в целом к заочным заседаниям Я считаю, что эта форма должна быть, она может применяться в определенных случаях Но не всегда Конечно, не всегда То есть еще раз скажу, что о том, чтобы просто отменить все очные сессии, об этом речи не идет И вы бы не хотели, чтобы... Если все очные отменить на заочные, нет, конечно, я против Даже несмотря на все возможности техники сегодняшней Даже несмотря на все возможности техники К сожалению, пока техника сдает сбой Это уже опять на своем личном опыте Сменим тему На прошлой неделе прошли общественные обсуждения генплана Вы за ними наблюдали? За обсуждениями нет Мы уже в этой студии даже встречались, обсуждали тему генплана Да, что-то уже обсуждали Да, причем с представителями органов власти У нас здесь были и застройщики, и представители администрации управления архитектурой Да, в общем-то эфир уже слышали все, во-первых Во-вторых, он был давно, да, может быть что-то вспомним, спрошу что-то новое Вот если говорить об этих общественных обсуждениях Там принимали вопросы от жителей, да, вопросы и предложения Вот мне просто хочется вас спросить Что бы вы предложили, если бы были участником этих слушаний Что бы спросили? Вы знаете, я к этому документу отношусь не как к настольной книге, да, которой я буду пользоваться А как к некой, опять же, декларации о намерениях То есть здесь органы власти должны задекларировать, как они видят развитие города Как они видят развитие инфраструктуры города Как они видят то, что близко мне, развитие жилищного строительства города Соответственно, вот у нас генплан прошлого года выпуска, да, скажем, тот, который нас учитал до этого Прошлые 20 лет Да, он не был выполнен То есть в том, что будет реализован 100% этот генплан Конечно, я тоже уверен, что он не будет в том виде, в котором он есть То есть в него будут носиться коррективы, он будет изменяться Но видеть стратегию какого-то развития, вот для этого служит генплан А как мы дальше пойдем его реализовывать, это уже несколько другой документ Это правило землепользования и застройки города Кирова Вот это уже для меня настольная книга Поэтому вот здесь что-то обсуждать в стратегии Да, если у вас есть какое-то стратегическое видение, как это должно быть глобально выглядеть У меня такого стратегического видения в отношении всего города нет Да, то есть... Но оно важно при этом Но оно важно понимать, куда нам самим, как застройщикам, уже я уже говорю, как от застройщика двигаться Важно понимать жителям, что там ожидают их детей и их внуков Да, то есть либо это стагнация, либо это развитие То есть вот тот генплан, который сейчас, он все-таки генплан развития То есть там предусматриваться и развитие транспортной инфраструктуры, развитие строительства дорог Развитие жилищного строительства, увеличение численности населения То есть это все-таки генплан развития Ну а вообще вот это насколько правильно, ведь вот вы уже сказали, что там план прошлой 20-летки не был выполнен, да, то есть люди там, мы все понимаем прекрасно, что то, чего там мы ждали, может быть, наши родители ждали для нас 20 лет назад, этого нет. Теперь, значит, мы будем чего-то ждать, этого тоже не будет. Вот это правильно, вот такие глобальные невероятные мечты строить, может быть, как-то более надо приземленно действовать? Все-таки это генплан, рассчитанный на 20 лет, и как будет складываться экономическая ситуация в нашем регионе, в нашей стране, мы не знаем. Вдруг у нас много денег появится, и мы все сделаем? Ну, деньги, речь идет о выделении на инфраструктуру, потом нужно все-таки доказывать, какой инфраструктурный проект более значим для того или другого региона на федеральном уровне. А для этого все-таки мы должны понимать, а что нам нужно в перспективе, а не тогда, когда появится программа, мы должны судорожно бегать и смотреть, а что бы такое нам здесь построить? Все-таки должно быть какое-то направление. Вот как раз для этого и нужен генплан, то есть смотреть, что нам нужно, готовиться, и когда появляются возможности, это реализовывать. Сходим на перерыв, полторы минуты рекламы и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM Да, это действительно программа «Особое мнение». Мы продолжаем. У нас в гостях сегодня депутат областного законсобрания, генеральный директор строительной компании «Маяковская» Дмитрий Сергеев. Первую часть нашей программы «Вопросы задавала я». Теперь хочется, чтобы все-таки и вы их позадавали. У нас есть номер телефона 8 909 720 101 0. Можно писать на него. Можно писать в нашей группе ВКонтакте. СМС-ки тоже, не только вайбер и ватсап. Ждем вопросов и обязательно зададим их нашему гостю, если они будут. Сейчас продолжу пока я. Мы начали о генплане. Все-таки хочу вас спросить, как строителя. Вот этот генплан, в нем сделан упор на среднеэтажную застройку. Уже обсуждали тоже это у нас в студии. Но все-таки среднеэтажная, малая этажная застройка – это, казалось бы, некая роскошь. Потому что чем выше дом, тем дешевле строительство, если я все правильно говорю. Насколько такое решение в генплане учитывает вообще интересы застройщиков, в том числе мелких застройщиков и интересы людей? Или у людей интересы уже поменялись? Теперь все куда-то стремятся, может быть, за город, в небольшие дома, в небольшие квартиры? Здесь я не соглашусь, что чем выше дом, тем дешевле строительство. То есть есть некая золотая середина. Эта золотая середина как раз находится, может быть, чуть выше, чем среднеэтажная застройка. То есть среднеэтажная – это 8 этажей. С чем связана высотность, которая в последнее время увеличивается? Это все-таки как раз с отсутствием инфраструктуры для того, чтобы развивать новые кварталы, новые микрорайоны. Ну, скажем, тоже путепровод через улицу Попова, который, на мой взгляд, все-таки очень серьезно сдерживал развитие южного направления. Я не говорю даже про чистые пруды, а вообще южного направления. То есть когда оставалась там одна улица Ленина, которая на сегодняшний момент загружена, и все-таки отсутствие инфраструктуры. Поэтому увеличить количество этажей, увеличить количество продаваемых метров квадратных, стремление застройщиков как раз связано с наличием инфраструктуры. Это первый момент. Второй момент. Если мы делаем ориентир или акцент на среднеэтажную стройку, то все-таки муниципалитет должен видеть и развитие социальной транспортной инфраструктуры в отношении тех микрорайонах, тех кварталов, которые они планируют отдать под этот вид строительства. Причем, ведь нас не исключает и строительство в новых кварталах, реновации, уже существующие застройки. То есть у нас все-таки в городе Кир остается немало ветхого и аварийного жилья. То есть вот то, чем мы больше занимаемся, как раз это перестройка, реконструкция существующей уже служившейся застройки, где присутствуют такие дома. То есть за счет федеральных денег мы можем только на сегодняшний момент расселять аварийное жилье. Но большой пласт жилья, он еще не стал аварийным, но он является ветким. И его ремонтировать, вкладывать в него деньги по той же программе капитального ремонта, но это нецелесообразно. Его просто нужно убирать, потому что оно не соответствует сегодня требованиям к жилью. То есть мы можем увидеть и уборную на улице, можем отсутствие водопровода увидеть, колодец. То есть это в городе Кирове все есть в 21 веке. То есть вот такое жилье должно ликвидироваться, но на его месте должно что-то появляться новое. К сожалению, денег из бюджета на ликвидацию именно ветхого жилья не предусматриваются. И один из путь – это как раз реновация, это реконструкция существующих кварталов. То есть в генплане это тоже присутствует. Там уже вопрос, наверное, все-таки экономики, потому что нужны немало деньги на расселение, которые будут вкладывать именно застройщик-девелопер, а в дальнейшем он должен этот проект окупить и продать то жилье, которое он построит. Поэтому будет и высотная застройка, будет и среднеэтажная. Но среднеэтажная, как я услышал из уст администрации, это все-таки развитие новых территорий. Времени мало у нас, поэтому будем перескакивать на следующую тему. И вот вы уже заговорили о ветхом аварийном жилье. На сайте ОНФ много новостей о том, что активисты способствовали сносу аварийных домов. То есть дом там стоит год-два, уже давно расселенный, разваливается, опасен для всех вокруг, но его никто не сносит. Вот почему так происходит и только ли к администрации? Здесь вопрос, да, если администрация не может сама, почему бы ей не поручить делать это строителям или у строителей тоже свои загвоздки? Начну с того, что дома, которые вызывают у нас опасения, в большинстве, в 99 случаях, это будут дома, которые расселены по программе расселения ветхого граждан из ветхого аварийного жилья. Собственником этих земельных участков и домов является муниципалитет. То есть собственник должен и принимать все меры к тому, чтобы там не было ничего опасного для жизни и здоровья наших граждан. То есть вопросы, в первую очередь, к администрации. Почему администрация не предпринимает меры? Во-первых, в бюджет эти денежные средства на снос не закладываются, потому что нет понимания, что дальше с этими земельными участками делать. На мой взгляд, ситуация стоит именно так. Если бы было видение, что дальше будет предстоит, тогда бы деньги заложились в бюджет, либо бы нашли вне бюджетные источники для того, чтобы эти дома снести. Чтобы как-то дальше эти земельные участки в хозяйственную деятельность вовлечь. В конечном итоге, если там появятся объекты недвижимости, то получать налоговое отчисление в виде налога на имущество. На сегодняшний момент нет хозяйского подхода к этим объектам, к этой недвижимости, которая могла бы приносить прибыль к этим земельным участкам. То есть мы строим какие-то генпланы, при этом то, что у нас под носом, мы не знаем, что с этим делать. Это вопрос генплана, это вопрос именно такой уже тактики, скажем, поведения, это вопрос правил землепользования, найти идею, реализовать ее, и тот ресурс, который есть, им воспользоваться. А вот те истории, когда, допустим, участок этот уже строителю принадлежит, да, строительной компании, и о том стоит, стоит. Если есть правообладатель, если есть собственник, то здесь уже есть и надзорные, и контрольные органы, которые заставят собственника принять все необходимые меры. То есть здесь даже проще, да? Если есть здесь, тем более, юридическое лицо, меры административного воздействия, их предостаточно снести. У нас есть нерешенный пласт вопросов, это когда дома частные, вот здесь, к сожалению, таких административных ресурсов нет, то есть на частника подействовать нельзя. Это пример улицы Щерс, район Зеленой аптеки, где остались там, где дом, где полдома, где расселенное, где отпиленное, но вот заставить собственника принять все меры, к сожалению, законодательство наше не позволяет. У нас всего пять с половиной минут остается, хочу еще поговорить про коронавирус, про то, как он повлиял на строительную отрасль, может быть, коротко, да, хотя бы там в нескольких предложениях. Вот как вообще вся эта ситуация на строительной отрасли сложилась, вот в число пострадавших ее не отнесли, не включили, а вот вы бы отнесли? Вот самоотнесение по себе ничего не дает, то есть если бы были какие-то меры поддержки, тогда я бы задумался, да, то есть они нужны или не нужны. Почему? Потому что те, которые предложены сейчас, ну, на мой взгляд, они неправильны. Я говорю именно о возможности выдавать кредиты за счет средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций. Тема такая, может быть, узкая, для людей непонятна, но в общем, в общих СРО своих членов, скажем так, обезопасивает, собирает деньги в компенсационный фонд. И если какой-то из членов ассоциации провинится, натворит какие-то дела, то из этого компенсационного фонда будут выплачены деньги на ликвидацию тех последствий и каких-то негативных действий. У нас, в нашем СРО пока таких выплат, слава богу, не было, но, если я не ошибаюсь, в Белгородской области за своего члена выплатило СРО 60 миллионов рублей в виде компенсации. То есть это огромное денежное средство, которое сама организация зачастую, наверное, найти не может. А если вообще говорить о том, насколько отрасль просела из этого? Я бы закончил мысль. Вот сейчас правительство предлагает как раз из этих компенсационных фондов деньги выдавать в виде помощи, как беспроцентных, либо под маленькие проценты кредитов для тех же членов СРО. Но это такая точечная помощь. И почему я против нее? Потому что эти деньги лежат в банках. И у меня вопрос первый. А почему банки сами не выдают кредиты для представителей реального сектора экономики? Почему банки не осуществляют свою основную экономическую роль, а заставляют какой-то искать другой механизм? И тех, кто должен заниматься техническим регулированием, должны заниматься еще финансовой и хозяйственной деятельностью. Это одна мысль. Вторая мысль. По отрасли в целом здесь нужно все-таки разделять именно жилищное строительство и строительство подрядных организаций. То есть те, кто работают по подрядам в основном на государство. То есть любви на доле это государственные заказы. Да, здесь есть некоторые уменьшения объемов именно по подрядам. Есть ухудшение экономической ситуации у подрядных организаций. Связано оно с тем, что с одной стороны государство не выдает авансы по заключенным договорам. То есть это у них в основном прописаны такие требования в договорах, которые проходят через конкурсы. С другой стороны, на сегодняшний момент поставщики строительных материалов тоже ужесточили свои требования. И как они работали раньше, вначале берешь товар, а потом рассчитываешься. То есть вот такой схемой на сегодняшний момент она уходит в прошлое. То есть сейчас только предоплата. А жилищное строительство? Жилищное строительство, оно все-таки просило на меньшей степени и здесь поспособствовало вот эта льгота по ипотеке. То есть вот здесь 6,5% они сыграли свою положительную роль. На краткосрочный период, да. В дальнейшем, не знаю. А вообще как-то вот изменились взгляды людей при выборе, при покупке жилья? Все так же готовы люди в многоэтажках, допустим, покупать в центре города или посмотрели куда-то за город? За город посмотреть, но там нет инфраструктуры. То есть поэтому, если есть инфраструктура, люди поедут за город. Если там инфраструктуры нет, то в чистое поле мало кто соберется ехать. Коронавирус или не коронавирус? Здесь это не тот случай. То есть вот как раз на выбор людей он не повлиен. Еще хочу об ограничениях с вами поговорить. Начали уже работать кинотеатры с 15 сентября театры. То есть уже практически все отрасли открыли. У нас в эфире был Роман Титов сказал, что таких ограничений, как весной, когда вот все было закрыто, да, и вообще мы все на самоизоляции сидели, их не будет даже, несмотря на, если вот та самая вторая волна, которая нас все пугает, придет, да. Вот вы что думаете по этому поводу? Ну вот я бы здесь точно не эксперт, да, то есть по задорному в медицине и строительстве понимают все, но я вот точно скажу, что не знаю. Здесь все-таки вопрос за специалистами, за эпидемиологами, за Роспотребнадзором, какие требования они будут вводить. Конечно, самая лучшая поддержка для бизнеса это дать возможность работать. Вот Титов говорит, что вроде бы мы уже привыкли жить, вот мы, вот рядом коронавирус и понятно. Дай бог, чтобы было так. А вот если снова к этим ограничениям вернуться, да, вот вообще лично вы, вот открытые кинотеатры, да, скоро будут открыты театры, разрешено ходить в музей. Вот вы сами пойдете в кинотеатр, вы сами куда-то на выставку ездите и ходите. Вот в музее я был в эти выходные, да, то есть вот мы выезжали в город Котельнич, и по дороге у нас был прекрасный музей крестьянства, который находится в колхозе Ленинская искра. Работает, да, все. Ну, здесь я был очень приятно удивлен, когда накануне я позвонил и узнал, что в субботу в музее не работает. Так, по телефону, скажем так, посетовал, что вот хотел ребенка привезти, показать его, в ответ услышал, а сколько вас приедет? Я говорю, ну, четверо. Так я, говорит, проведу для вас выставку. В итоге у меня еще друзья присоединились, у нас приехало чуть больше людей, и нам привели прекрасную выставку. В тот день, когда музей не работал, были мы только одни с соблюдением, ну, маски мы одели. То есть вот это очень приятный момент, приятное, скажем, удивление меня оставило, позитив от жителей нашей области и на их отзывчивость. Ну, вот интересно, потому что вот вы как городской, наверное, больше житель, да, так рассуждаете, а вообще вот кто живет в деревнях, да, они знают, что там, ну, там на самом деле это все просто и как-то радушно. Здесь именно быт, который был там в 19 веке, существовал, да, то есть, ну, некоторые вещи даже я не знал, не говоря уже о детях младшего школьного возраста, то есть они на это все смотрели, как, я не знаю, как на космическую, как на летающую тарелку, да, то есть для них это было для чего, как и зачем и почему, то есть вопросов, ну, очень много, и в плане расширения кругозора, я думаю, что это очень позитивно. А если вот о кинотеатрах говорить, пошли бы в кинотеатры? Мы любим ходить в кинотеатры, я думаю, что с соблюдением, если я буду видеть реально, что там эти санитарные нормы соблюдаются, то да. Заканчивается наша программа, спасибо нашему гостю, еще раз напомню, что у нас в студии был Дмитрий Валерьевич Сергеев, депутат УЗС, гендиректор компании Маяковская. До свидания, доброго дня, доброго дня всем слушателям. Спасибо, всего доброго. Особое мнение на 101FM